Глава генштаба вооруженных сил Армении Уник Гаспарян должен уйти с должности. Остальные генералы, поддержавшие требования об отставке правительства, должны вернуться на работу. Как передает канал 13, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников на площади республики. Он выразил надежду, что президент подпишет проект указа об освобождении главы генштаба Уника Гаспаряна с должности. Сейчас президент республики должен принять решение. Я надеюсь, что Саркисян, будучи опытным государственным деятелем, примет решение, которое исходит из интересов армянского народа, государства и его стабильности, сказал Пашинян, добавив, что никакой вендетты в отношении высшего военного руководства не будет. Армии внушили, что правительство хочет засудить военных. Они и прежние власти сделали это с целью скрыть предполагаемых виновных за спиной реальных героев, которые не жалели себя во имя Родины, отметил Пашинян, подчеркнув, что Серж Сальксан среди главных действующих лиц, пытавшихся склонить генералитет в сторону оппозиции. По его словам, люди в марте 2008 года, выведшие армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать. «Эти же люди и сегодня пытаются вывести армию против народа и избранной этим народом законной власти, иначе я не могу объяснить заявление генштаба», – сказал Пашинян, назвав неизбежным уход главы генштаба Оника Гаспаряна с поста. У Армении не может быть главы генштаба способного вывести танки против собственного народа. Заявление генштаба вооруженных сил абсолютно незаконное, так как Конституция четко устанавливает нейтралитет вооруженных сил в политических вопросах. Начальник генштаба придерживается четко выраженной политической ориентации и тем самым нарушает все правила и Конституцию Армении, – отметил пемьер. В то же время Пашинян заявил, что, по крайней мере, на данный момент ни Гаспарян, ни Вооруженные силы не переходили красные линии, и он надеется, что не перейдут. Тем не менее, Гаспарян должен уйти. В продолжение Пашинян сказал, что готов провести внеочередные парламентские выборы, отметив, что действующие власти готовы к досрочным выборам, если парламентская оппозиция подпишет меморандум. В октябре этого года в стране пройдет референдум по новой Конституции или поправкам в нее. Конституция, которое было принято в 2015 году и вошла в силу в 2018, выявила для нас огромное количество недостатков. В том числе она таит риски для создания кризисных ситуаций. Мы считаем, что переход к полупрезидентской форме будет одним из лучших вариантов, сказал Пашинян на митинге на площади республики.